бисмилля ассаляму алейкум рахматуллах и брикатов дорогие братья и сестры извиняюсь за то что не могу сразу вам отвечать потому что много-много люди звонят и много задают вопросов что это такое бизнес виза что за бизнес виза мы хотим 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 и хочу сказать что раньше она была бизнес виза раньше еще до пандемии и после пандемии это она бизнес виза была она в виде наклейки и эту наклейку вклеивала посольство то есть в начале в начале в начале клиентов например обращается к нам мы ищем фирму арабскую в первую очередь потом собираем все документы документы от этой арабской фирмы потом мы подаем отправляем эти документы в посольство саудской аравии и еще клиент еще клиент собирает в там в россии или там в странах снг там или в других странах собирать свои документы и тоже отправляет в посольство саудской аравии в той стране где он находится значит мы собираемся сначала там фирма арабская что собираем справку от вот этот мустана ташира то есть хитоп делается приглашение от этой фирмы арабской потом директор этой фирмы пишет сопроводительное письмо потом еще там оплачиваются всякие эти налоги руссуматы и в конечном итоге мы отправляем все документы все документы мы отправляем документы о компании мы отправляем клиенту нашему а клиент собирает свои документы свои документы легализованные там переводы там и справки несудимости там образование где работает какая у него должность всякие справки очень много всяких справок медицинские справки он собирает там еще 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 нужно было переводить и все это он собирает 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 потом наши документы он идет и сдает все это в посольство все это сдает посольство и потом посольство ему наклеивает зеленую наклейку зеленая наклейка это называется бизнес виза и а то там уже прописано там на сколько дней на сколько месяцев на сколько лет сколько максимальный срок нахождения 90 дней там туда-сюда и там все прописано то есть один год для снг обычно делалось это виза пять лет там для российской федерации там где-то по всем по всем по всем расходам где-то у нас выходила полторы тысячи долларов человек платил полторы тысячи долларов и получал эту визу это бизнес виза это бизнес виза бывало такое что многим приходили отказы от консульства моя я вспоминаю как после пандемии мы подали около 10 что ли 10 виз ребята были из дагестана целая группа была и всем отказали двоих приняли 8 отказали двоих приняли 8 отказали представляете сколько денег а люди заплатили они всем эти деньги собирали сколько всего расходов было и потом эти люди они же не понимают вот эти все клиенты они не понимают какие проблемы происходят там за кулисами почему консул отказал например а консул там по каким-то причинам решил дагестанцам не выдавать и все дал двоим остальным восьмерым не дал и люди начинают возмущаться и люди начинают писать и люди начинают тебе звонить верни нам деньги верни нам деньги бывало такое что возвращаешь деньги или там ним умра визы делаешь то есть что-то как-то компенсируешь их все расходы это бывало бывало и там люди прям звонят пишут и ругаются и не понимают они почему не дали хотя всем документы все вовремя подавались документы все там уже соблюдалось очередность подачи документов там все документы были в порядке справки ну все готовился но есть такой термин на усмотрение консула вот понравился не понравился и все возьмет отменить возьмет не примет возьмет еще до чего-то докопается это было такое и до сих пор это происходит конечно сейчас уже меньше стало но это было теперь сейчас новое давайте вправо чуть-чуть минус сдвинемся через министерство мы теперь выносим сейчас новый буквально 11 дней назад появились новые визы вот это же только она не у как наклейка она уже онлайн она онлайн и там человек просто паспорт нам скидывает мы этот паспорт заносим данные паспорта мы заносим уже в на сайте вводим там телефоны для этого я требую паспорт во первых фотографию паспорта потом если есть личная фотография тоже отправляет клиент потом номер телефона его но обычно мы это берем с ватсап а потом e-mail мне нужен e-mail ваш дорогие братья сестры e-mail куда будут вам приходить ваша виза понятно да потом адрес тоже напишите адрес где живете в каком городе бывает там российской федерации в паспорте же написано рф а где человек живет фактически его адрес где его находится потому что эти данные мы тоже вносим потом фирма если он где-то работает то фирма название фирмы где вы работаете это тоже нужно потому что там нужно это же бизнес виза поэтому при подаче мы должны записать где фирма название фирмы чем она занимается эта фирма какое у нее направление например туризм или там умра или там но я не знаю еще чего можно придумать должность ваша какая вот это же вещи напишите если у вас это все есть кто-то например просто уже все на на этом на пенсии напишите я пенсионер нигде не работает все мы уже будем сами там думать как заполнить должность в общем вот эти элементарные данные вы подаете и мы это все вносим и как я говорил один год тоже для снг для снг 5 лет для российской федерации потому что у россии с саудовской аравии хорошее отношение по милости аллаха хорошее отношение и вот для россии для америки для британии выдается на пять лет бизнес виза но цена уже конечно будет уже значительно меньше то есть 1500 раньше было сейчас например 250 и если там подачи групповые подачи там семейные то там конечно уже идут скидки понятно это вот сейчас на данный момент появилась виза буквально 11 дней назад она в принципе также на пять лет и также там 90 дней каждые 90 дней нужно выходить из страны что-то наклейка что вот это новая виза электронная мы вам ее в pdf формами формате отправляем и вы с этой визой уже она принципе в системе будет там вы даже когда проходите уже коридор вот этот таможенный коридор там они все смотрят они у них паспортный карна коридор не таможенная паспортный они видят видят эту вашу визу в системе когда вы выходите потом обратно заходите и так вот по поводу давайте выходит и заходит человек то есть 90 дней когда проходит то есть мы сказали на один год дается или 365 дней или например 12 месяцев до 12 месяцев мы делим под 90 90 90 у нас получается 4 месяца до 4 раза по три месяца 4 раза по три месяца у нас человек в течение года он должен находясь в микки или в мнении или гидд или в риаде я не знаю где вы будете жить в любом городе кто-то в домами живет кто-то в хубаре живет кто-то в косы не живет кто-то в тайфе живет кто-то в jedi кто-то бизнес делает меде и никто-то учится в меди не кто-то в риаде бизнес за ним бизнесом занимается открыли отелье открыли всякие там эти ри крышки рестораны столовые там и прочим кто там мекки кто где да и вот у него три месяца проходит он потом должен выехать в ближайшую границу на ближайшую границу наземным можно наземным транспортом взять машину в аренду поехать на машине или с братьями собраться и сам братьями поехать на машине или мы есть автобусы специальные которые два раза в неделю там вывозят из мекки из джидды из медины вывозят на границе до выезжают до границы иордании там выезжают штампик о выезде поставят а тут же автобус подъезжает к иорданские границы там штампик что он заехал потом автобус разворачивается штампик о выезде ставят из иордании и дальше проезжает заезд штампик о том что он заехал в саудской армии вот такая процедура и обратно возвращаются это в принципе процедура она везде во всех странах практикуется в том числе в россии когда приезжают например жители узбекистана там таджикистана кыргызстана казахстана там работают в россии и тоже на временной визе на трехмесячной они тоже самое делают выезжают ближайшие государства там куда-то белоруссию раньше выезжали еще куда-то выезжали украину выезжали куда-то выезжают короче делают пересечении границы и обратно возвращались и опять приступали к своей работе то же самое здесь также такая же процедура едут дайордане или в бахрейн если близко кто-то в домами кто-то в ряде для них конечно близко бахрейн там пересечении там на этом там самый длинный мост такой до бахрейна от саудеев длинный через персидский залив мост длинный длинный не помню какой протяженность у него и там в центре кпп стоит короче в центре этого моста кпп до туда доехали печать штамп там поставили все они развернулись чай пип попили кофе попили и обратно вернулись понятно а кто-то в эмираты кто-то в эмираты выезжает а может быть кто-то на самолете кто-то говорит да я не буду мучиться я лучше на самолете в общем это уже на ваше усмотрение выехали заехали новая виза вот это запомните это виза новая она буквально еще две недели даже нету две недели еще этой визе нету поэтому много вопросов воздухе очень много вопросов и иногда даже не знаешь как ответить но процедура она у всех одинаковая то есть 90 дней подходит ты должен выехать из страны вылететь или на корабле выплыть или нас на машине выехать надо выезжать понятно да надо выезжать раньше который по через фирму делали мы через вот эту наклейку через консульство там уходила на визу два месяца чтобы сделать эту визу надо было два месяца ждать и собирать все документы а сейчас за 1-2 дня делается эта виза понятно да когда вы предоставите например нам все документы за один-два дня можно сделать эту визу виза там цена у нее разное кто-то там пишет например там вот такая цена вот такая цена а почему вот она такая цена а вы там такую пишите цену ребята цена различается очень сильно различается потому что там много страховых компаний и на тот момент когда ты заводишь страховой компании той самой который там какой-нибудь подешевле ее нету то есть она выпадает и почему выпадает этом может зависеть от многих факторов это может быть женщина который больше там 60 лет вчера у меня было такой случай что пришлось платить большую сумму денег потому что три раза четыре раза заводили этот один и тот же паспорт ценник один и тот же стоит огромный ценник потом обрастили внимание что там именно скорее всего влияет возраст влияет пол влияет где работает человек туда-сюда то есть цены на визы разные различаются и поэтому нельзя сказать что цена 1 потом надо вбивать кто-то пишет например брат давай мы сами все сейчас сделаем сейчас занесем ребята это виза она не просто там делается там на коленке там с телефона там хотя бы минимум должен тебя планшет или компьютер быть с телефона очень сложно то кто тот кто не умеет читать по-английски или по-арабски не очень сложно все это потому что там надо писать некоторые по-английски по-английски некоторые по-арабски слова то есть это целая работа которые люди сидят целые люди сидят и работают вносят все данные говорю один вчера паспорт только целый ну минут сорок наверно ушло на то чтобы понять почему там такая цена и вышла цена и пришлось это платить потому что обещали человеку вытащить в течение там получас нужно было вытащить потом еще вот такой момент хочется сказать дорогие братья и сестры что виза это новая вот это она сейчас выдается в течение там дня как я вам говорю да она новая ее еще тестируем мы смотрим сейчас например мы делаем руководителям туристических агентств эту визу ну и мы следим они сейчас вот прилетят со своей группой через две недели они улетят потом опять залетят по этой же визе мы будем смотреть как они залетели сколько у них там в паспортном столе отметка стоит потому что много-много разговора идет кто-то говорит так кто-то говорит вот так сколько у нее дней будет будет ли у нее там опять второй раз он заезжает у него заново эти 90 дней начнется счетчик с по новой или по по другой мы это уже не знаем в основе что она например дается на один год многоразовый максимальный срок нахождения 90 дней но как я сказал лучше 90 дней не сидеть выезжать нужно будет пораньше на 88 день на 89 день потому что мы раньше когда вот через фирмы делали визы что это умра касается что это там вот этих бизнес визы там фирма звонит и говорит слушайте у этого человека осталось столько-то дней 90 дней у них уже красным загорается нужно ему выехать давайте давайте поскорее пусть позвонить этому человеку когда он выезжает то есть фирма беспокоится потому что там потом штрафа если человек 90 дней и один лишний час пробыл на территории саудской аравии будет штраф ему и штраф этот надо решать где этот решается вопрос раньше там через фирму надо было решать вопрос и там вот у меня сейчас до сих пор вот по наклейке один есть человек он просидел 5 месяцев 5 месяцев просидел и сейчас мы решаем как его вывести при минимальных затрах потому что у него штраф висит на нем 15 тысяч реалов 15 тысяч реалов это ну 44 тысячи долларов представляете штраф за то что просрочка хоть ты один месяц хоть ты одну неделю хоть ты пять месяцев у тебя 15000 может сразу штраф быть поэтому здесь мы следим за этими людьми которым мы делаем визы мы должны за ними следить когда он заехал он должен тоже нам штамп о въезде пока сказать ребята я здесь ребята я приехал ребята я вот тут то есть это не так что человеку сделали визу и потом забыли нет мы за ним должны следить еще подсказывать то есть вопросы тоже в саудовской аравии он приезжает где как остановиться жилье питание что-то с работой что-то какие-то где учиться где как где арабский язык взять где 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 много вопросов человека естественно мы с ним на на связи должны быть постоянно понятно да и из-за этого мы берем от них контакты данные e-mail и чтобы какая-то была общая связь постоянно ребята я здесь ребята я жив ребята я вот тут если какие-то вопросы возникают кто-то заболел кто-то вообще умер даже сколько людей умирала и мы хоронили и мы ходили и мы бегали кто-то по страховке там заболел нужно решать эти вопросы то есть это не ограничивается хочу сказать что это не ограничится одной только услугой там визу сделали и все и забыли про человека нет мы должны за ним следить мы должны как бы и помогать друг другу и отвечать на вопросы какие-то бытовые вопросы или еще что-то тем более религиозные вопросы где учиться где шейхом ходить где арабский взять ну и прочее 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 а так в целом в целом законом закон на эту визу он принципе один и тот же многоразовая виза каждые 90 дней ты должен выехать заехать опять 90 дней но что будет завтра никто не может сказать да мы не знаем аллах по наталья только знает он один-единственный знает что завтра произойдет может государство возьмет и поменяет визы может какие-то новые новшества появится в своей основе мы вам говорим ребята вот так вот так вот так будет вот так вот так вот так мы сейчас вам делаем эту визу но если будут какие-то изменения будьте с нами на связи мы вас будем информировать или вы например выехали и потом заезжайте вдруг какие-то вопросы появляются или еще что-то появляется много всего будьте с нами на связи барак аллахи к вам ваджа закуму лаву хайрон 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 джаза субханна колома механик для и на хайланд остатки рукава тубы ник